Путин намекнул на возможное прибедение ядерного оружия, Россия при ответе на угрозы одной бронетехникой не обойдется, все должны понимать и так далее. Заявил также, что снова угрожают немецкими танками с крестами и прочее, прочее, прочее. Песков заявил, что, да, чем ответить, у России есть чем ответить на поставки вооружений Киеву, Россия будет полнее задействовать имеющийся у нее потенциал. Да, просто отлично. Ну, пусть, в общем-то, вопросов никаких нет, средств у них нет никаких, кроме ядерного оружия. Если они хотят ядерное оружие применить, ну, Запад должен понимать. Что рано или поздно это случится? Это случится рано или поздно. Поэтому, если вы на опережение не сработаете. Суть ядерной доктрины – это работа на опережение. Ребята, с Запада. Так я толкую? Да. Так. То есть, работа на опережение. Ну, вот и опередите его, грохните его. Ну, или нам помогите. Я абсолютно официально еще раз обращаюсь к Западному товарищу. Помогите нам, вам делать ничего не придется. Помогите, мы замочим этого подонка. Вообще без проблем. Экс-премьер Британии Джонсон убежден, что Россия не станет применять ядерное оружие в ходе войны на Украине. Путин не применит ядерное оружие, потому что это мгновенно погасит последний огонек китайской поддержки. Экс лишит его каждого из мировых избирателей от Индии, Африки до Латинской Америки. Он напугает свой собственный народ, который будет жить в страхе. И за последствием он погрузит Россию в такую кориогенную заморозку, экономической изоляции, что нынешний режим санкций покажется благом. Что я могу Джонсону сказать? Джонсон, умный ты мужик. Эта херня полнейшая. Ты думаешь, Путин рационально рассуждает, что ли? Путин не рассуждает рационально. Он с ума сошел. Он сумасшедший. Сумасшедший не может рассуждать рационально. У него критичности мышления нет никакой. И поэтому ядерное оружие он обязательно применит. И по поводу там санкций каких-то и китайской поддержки. Что я могу сказать? Китай будет только аплодировать. Чтобы Борис Джонсон не понимает, что Китай очень выгодно, чтобы Путин применил ядерное оружие. Это может быть то, на что его и нацеливают китайцы. И не только на тактическое ядерное оружие, а именно на применение стратегического, чтобы удар пришелся по Англии, по Соединенным Штатам, по всей Европе. Тогда Китай получает совершенно невероятные бонусы. Он получает весь мир с разбитой вдребезги Англии, Соединенными Штатами и с Европой на коленях. А по России все отбомбятся, и там никого. Вообще никого. Там всех убили. А для Китая что, нужны какие-то русские люди, что ли? Или Путин нужен? Им территория нужна. А и неважно, что она засрана радиоактивными веществами. Но когда-нибудь эти радиоактивные вещества рассеются. Тем более, китайцы работают у себя на химических заводах, где гораздо хуже ситуация. Им похеру. Они туда загонят своих чертей, где будут там разгребать. Так что это полное непонимание того, что происходит. Или Борис Джонсон делает вид, что тоже возможно. На его месте я бы так и делал, и при этом готовил бы уничтожение Путина. Потому что другого вообще варианта нет. Никакого. Лидеров ЕС попросили избегать цвета хаки и зеленой расцветки в одежде на саммите Украины ЕС. Лидеры ЕС лучше бы предложили скинуться. Сказали бы, вы скиньтесь, пожалуйста, на то, чтобы партизаны Мальцева могли приобрести стингеры и дживелины. И не надо тогда будет избегать зеленого цвета, потому что они зачистят Путина, и все. И не перед кем будет бисер метать. Свиней больше не будет. Это вообще просто охренеть. Им нельзя носить зеленое, чтобы никого не провоцировать. А то Путин увидит, скажет, они воинственно настроены. Надо шибить пляшевую башку, чтобы и не думалось, Даш.